Здравствуйте! На Ивантеевском телевидении программа «Новости города». Я Олег Васов. Наш партнер – Ивантеевские кабельные сети. Подключает цифровое и обычное телевидение, более 150 каналов различной тематики, а также наш городской канал «Ивантеевка-24». Сегодня в выпуске. Китай становится ближе. Ивантеевка подписала договор о сотрудничестве. Застывшая музыка усадьбы Ивантеева. Субботник в Донецком проезде прошел под знаком культуры. День космонавтики на свой лад. Ивантеевская молодежь отмечает праздник танцуя. Бибики от гномиков. Детские сады за здоровый образ жизни. На этой неделе глава города Елена Ковалева подписала договор о сотрудничестве между Ивантеевкой, Московским областным университетом и китайским городом Наньтун. Трехсторонние соглашения открывают новые возможности в культурной, образовательной и экономической сферах. Договор о трехстороннем сотрудничестве – это намерение совместной работы. Обучение китайскому языку, повышение квалификации, обмен опытом. Новый шаг в Ивантеевке для получения новых возможностей. В данном случае это взаимодействие с Китаем. Договор подписывается во время Московского международного салона образования на площадке круглого стола одного из ведущих вузов области МГУ. Речь идет о развитии международного сотрудничества в образовании. Вот я очень благодарна ректору университета Павлу Николаевичу о том, что именно наш город сегодня включен в систему тех городов, которые будут развивать сотрудничество и с провинцией в целом, и, как я надеюсь, с городом-побратимом, одним из городов данной провинции. Ивантеевка станет вторым городом, который заключил такое соглашение. Первый город был один словом. Я хочу, чтобы за этим подписанием пошли реальные шаги. Это и совместные программы, это и педагогические классы, это и повышение квалификации, это совместная работа с одаренными детьми. Конечно же, это стажировки в Китае и совместное взаимодействие с нашим центром китайского языка. Но я думаю, что здесь мы не только будем концентрироваться на Китае, потому что это главное направление, которое мы сейчас подписали, но сотрудничество вам к Московской области гораздо шире. Китай – это одно из стратегических направлений России, так что востребованность в специалистах, знающих китайский язык, будет возрастать. Притяжение есть и с другой стороны. В многих областях мы считаем, что очень интересно сотрудничать именно с Ивантеевкой. И я думаю, что, конечно, области как экономики, конечно, и образования, и науки, может быть, и как торговля тоже можно сотрудничать. С господином Ухау, который является официальным представителем Дзянцу в Российской Федерации, а я напомню, что эта провинция является побратимом Московской области, поэтому мы с ними взаимодействуем. Он сегодня говорил о том, что мы будем эти связи углублять по самым разным направлениям. И направим мы не только наших директоров школ, не только наш комитет образования и системы образования, но направим и представителей экономики, бизнеса, торговли, культуры, прежде всего, для этого обмена. Стороны договариваются о том, что Ивантеевский опыт обучения детей китайскому языку будет опубликован, что будут проводиться совместные конференции, семинары и другие мероприятия. Соглашение о сотрудничестве подписано в День космонавтики 12 апреля и будет действовать 5 лет. На этой неделе Ивантеевское образование смотрело в будущее и строило прорывные планы. В Москве на ВДНХ три дня проходил Московский международный салон образования, на котором российские и зарубежные структуры представляли возможности для образовательного процесса. В понедельник, сразу после новостей в рубрике «Подробности» смотрите рассказ об образовательном форуме и комментарии главы города Елены Ковалевой о том, какие возможности старается открыть Ивантеевка нашим школьникам и педагогам. Чистый город в чистый четверг. Накануне христианского праздника Пасхи и Дня памятников и исторических мест члены Общественного совета при главе города Елены Ковалевой усадьбы Ивантеева решили подать пример жителям детского проезда. Всего было собрано 46 кубометров мусора и листвы. Такой генеральной уборки детский проезд не видел за всю свою историю. Даже небо помогает в чистый четверг ивантеевцам. Чистый четверг, идет дождик, прекрасный праздник. В преддверии Великой Пасхи мы собрались здесь. Молодежь нашего города, молодая гвардия, Единая Россия, совет при главе по Кекушеву, жители домов и, конечно, наши коммунальщики. Всего более 300 человек собрались здесь для того, чтобы своими силами, а также силами наших коммунальных предприятий убрать территорию усадьбы. Усадьба, официально признанная объектом культурного наследия в прошлом году, расположена в самом сердце Ивантеевки. Юра, первоклассник восьмой школы, пришел по собственной инициативе вместе с мамой и другими детьми и родителями. Это городок Кекушево. У нас сегодня субботник, хотя сегодня не субботник, а четверночек, наверное. И мы сейчас убираемся, вот я загребаю, мама загладывает в мешок листья. И вот нам пока что весело, пока что не устали. Честно говоря, я до этого дня не знала, что это за место, но субботник для меня получился самообразовательный. Я узнала, что в этом месте раньше была усадьба Паташовых, семьи Паташовых, а уже при Лыжине здесь появились постройки архитектора Кекушева. Первый рэп, за которым закреплена данная территория и комбинат коммунального хозяйства и благоустройства, убирают насаждения, мешающие обзору исторических домов. Символ усадьбы и Ивантиевки. Башенка-ключ. Авторство архитектора Кекушева. Обезображено граффити. На самом деле очень обидно, потому что за этим за всем ухаживают, смотрят. А вот некоторые этого не понимают и начинают портить все. Это выглядит, во-первых, некрасиво. И вообще, я не понимаю, как ему это позволяет сделать совесть. Потому что город старается, пытается сделать красивым, вообще, чтобы мы радовались этому. Родной город – не место вандализму. В рамках субботника в усадьбе по инициативе главы города Елены Ковалевой проходит идеологическая акция. Молодежь борется с вандализмом, оттирая от надписей фасады белой спальни и так называемого Поповского дома специальным раствором. Самый старинный дом усадьбы – глаголь активистов изумляет. В представлениях людей усадьба, это там, не знаю, царица, в конце концов, или еще что-то, это как бы такое былое уже оставшееся. Сейчас видите, все в каком состоянии. Ну, это, как бы сказать, уже к жителям один из вопросов, в первую очередь. Потому что одно дело, если возле леса, там понятно, там нету домов, там мусорят люди, которые мимо ходят. Здесь по домам буквально люди пакеты мусорные прям сразу укидывают. То есть помойка им не вариант. Когда было объявлено, что мы идем на субботник в чисто четверг, мы особенно трепетно к этому отнеслись, потому что, во-первых, это великий светлый праздник. Во-вторых, охрана и поддерживание чистоты города – это важный и отъемлемый шаг на пути к улучшению мира, улучшению состояния города. Поэтому девочки охотно убираются. Конечно, мы должны начинать в первую очередь с себя. Наш город никогда не будет чистым, если мы не начнем воспитание порядка, прежде всего, с наших детей, формирование личности с детского садика, со школы. Поэтому, конечно, я пришла своим ребенком. Мы сами должны проявлять активность, если хотим, чтобы у нас было хорошо и чисто. Сегодня также развешивают объявления с просьбой убрать с территории усадьбы гаражи и ракушки. В противном случае их удалят во время следующего субботника, который пройдет по всей Московской области 22 апреля. Самое главное – берегите свой город. Это то, что у нас есть. Архитектурная память, это застывшая музыка, она больше не восстановится. Вот тот сломанный портик, вот эти пластиковые окна вставленные – это, к сожалению, то, что уже испорчено в нашей усадьбе. Вот эти незаконные объявления, которые здесь везде висят – это в наших силах этого не допустить. Поэтому берегите свой город. Самое главное – нам надо держать его в чистоте, нам надо его беречь. Это наша память, это то, что мы должны оставить нашим детям. И уже на следующей неделе усадьба примет новых экскурсантов, педагогов города. Экскурсию по Вантеево приурочат к Международному дню охраны памятников и исторических мест. В этот же день порядок силами ветеранов-афганцев наводили на детской. Там, где в Низине каждый год скапливается огромное количество мусора. Почему в этот раз для работы потребовались костюмы химзащиты, узнавала наша съемочная группа. Без костюмов химзащиты никак, а еще без багров и мешков. В чистый четверг убирают завалы мусора в болотистой Низине на детской. Разгребают так называемые подснежники по инициативе ветеранов-афганцев Сергея Лишенко и Александра Рыбалова, а также предпринимателя Игоря Куликова. Благодаря Сергею Николаевичу Лишенко, который предоставил нам возможность баграми и дал нам рабочих ребят с афганцев убрать водоем на детской. И благодаря Игорю Владимировичу, который здесь содержится в чистоте и в порядке, уборка уже была одна в прошлую субботу. Сегодня мы убираем водоем, вычищаем, выкидываем весь мусор. Вы можете потом это заснять. Ну и 22-го будет заключительный. Надеемся, что микрорайон детский будет ухоженным и чистым. Чистят Низину в общей сложности сегодня 14 человек. Особое внимание уделяют оврагу у конечной остановки. Неужели нельзя, когда вы идете на конечную остановку автобусов 316-22-го, либо идете на рынок, торговые центры, что-то купить, отводите детей в школу, выбрасывать мусор, вы так полагаете, можно вот здесь. Может быть, мы с вами пересмотрим точку зрения. Контейнера находятся в шаговой доступности. Весь город, всех жителей города Ивантеевки призываю на субботник. Всего в ходе работ по очистке территорий было убрано 85 мешков мусора. Сразу вывести весь объем не получилось, так как подъезды к оврагу из-за дождя были размыты, и погрузчик не смог проехать к месту сбора мешков. Однако организаторы субботника на детское обещают убрать все до воскресенья. Сегодня немножко вода сошла, и собираем мусор, который скопился здесь за период зимний. Наверное, инопланетяне его здесь набросали. Вот, вчера как раз был день космонавтики. Выбираем его из русла ручья. Вообще работа ведется и по очистке фасадов. Сегодня на детском проезде работают и уборка мусора. Также работают по очистке лесов, которые примыкают к жилищному фонду, территорию Пушкинского района. Также убирается прилегающая территория к полосе отвода РЖД. В течение следующей недели мы уже уделим внимание окраске бордюров, окраске ограждений, обновлению фасадов, где это необходимо. Рекламщики помоют свои рекламные конструкции, подкрасят их и так далее. То есть стремимся, чтобы к 9 мая наш город преобразился, мылся, очистился и был готов к праздничным отношениям. Продолжается благоустройство и в городском парке. В чистый четверг здесь работает бригада от МВУ «Городское хозяйство». Занимаются вырубкой сухостоя и прореживанием мелкой поросли. Эта работа длится уже два месяца. По состоянию на 13 апреля из парка удалено сухостойных и аварийных деревьев диаметром до 30 сантиметров 1229 штук, свыше 30 сантиметров 238. Удалена поросль на площади 12,5 гектар. Вывезено 135 кубометров порубочных остатков и щепы 56 кубических метров. Металлический характер. Ко дню труда предприятие со всего города выдвигает кандидатуру своих сотрудников для поощрения. Завод «Металист» не исключение. Токарное дело для Игоря Кондратьева – дело всей жизни. Сюда, на завод «Металист» он пришел около 6 лет назад. Вытачивать самые сложные детали оснастки и штампов, из которых потом получаются товары народного потребления – вот что составляет основу рабочего процесса Игоря. Моя обязанность входит точить все, что круглое, скажем так. Ну, то, что положено делать токарю. Таких специалистов, вот, скажем так, которые здесь работают, их осталось действительно очень мало по стране. Это, наверное, общегосударственная боль. Вот я так считаю. Ну, наверное, не я один. И такие предприятия нужно обязательно развивать. Ни одно предприятие любого плана не работает без оборудования. Оборудование нужно ремонтировать. И по любому виду ремонта – шестерни, что-то еще, валы, ну, все, что угодно – обращаются, естественно, к нам. Своё мастерство Игорь проявляет при работе с нестандартными заказами. Иной раз приходится почувствовать себя настоящим левшой. Бывают заказы, которые мы даже измерить не можем. Приходится мерить микроскопом. То есть, есть специальные микроскопы. У нас такого оборудования нет. И, тем не менее, мы справились с этой задачей. За годы работы на «Металлисте» токарь повысил свой разряд с четвертого на шестой. И даже успел стать своего рода наставником для менее опытных коллег. За мастерство и профессионализм руководство предприятия выдвинуло Игоря Кондратьева на поощрение со стороны администрации ко дню труда. Он стал токарь-инструментальщик высокого класса. Он делает детали, которые могут встать в одну линейку с деталями, которые делаются на обрабатывающих центрах. Даже есть некоторые вещи, которые обрабатывающие центры не могут, скажем так, подойти к каким-то определенным участкам детали. А вот он, имея классный хороший инструмент, может. Игорь Кондратьев, как три десятка его коллег, создают здесь оснастку и штампы для последующего выпуска товаров народного потребления. Взаимовыручка и чувство локтя – одна из движущих сил коллектива «Металлиста», которые помогают оставаться заводу на плаву много лет. Игорь Кондратьев – один из тех, кем предприятие по праву гордится. Он очень добросовестный, то есть он подходит в своей работе не просто к тому, что надо сделать, а подходит это пониманием, углубляется в сам процесс для того, чтобы сделать деталь именно так, как она должна быть. «Металлист» работает в Ивантеевке на протяжении 20 лет. С двух человек трудовой коллектив увеличился до 35. Это токари, фрезеровщики, шлифовальщики, инженеры и технологи. В планах у предприятия расширять свои производственные мощности, а заодно приглашать к себе молодых специалистов – выпускников Ивантеевского промышленно-экономического колледжа. А Игорь Кондратьев со своей стороны готов помочь им освоить все тонкости токарного дела. На их долю выпали самые тяжелые воспоминания. На этой неделе страна чтила память всех, кто погиб в нацистских лагерях смерти и честовала тех, кто выжил. «Оставим жалобы и лень. Мы как солдаты не сдаемся». Не сдаются и сегодня бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. В городе их осталось всего 59. На встречу, организованную администрацией Ивантеевки и Советом ветеранов в читальном зале библиотеки, смогли прийти чуть больше половины. «Я желаю вам здоровья, я желаю вам добра, я желаю вам благополучия, я желаю вам хороших долгих лет жизни. Я хочу, чтобы все вы могли высказаться и мы могли послушать». Сегодня звучит много историй, до щемящей боли в душе. Как немцы рисовали кресты на домах, жгли жилье, расстреливали, а наши выживали. Григорию Ивановичу Гринёву в 1941-м было 11 лет. Он жил в Орловской области. Карательный отряд остановился в школе, напротив которой стоял дом маленького Гриши. И каждый день он видел, как немцы забирают чью-то жизнь. «Кто-то переодетый в гражданское, мужчин вылавливали, к вечеру их выводили, они копали себе могилу и их расстреливали. Это было метров 200 примерно от нашей хаты до этой школы. Я смотрел, бывало, мама скажет, «Ну что ты смотришь там?» А я, «Мне все равно интересно это все». Это был 1941 год как раз, октябрь месяц. Как сейчас помню, в памяти стоит крик их, «За что? Мы не виноваты!» Современные историки называют страшную цифру. В годы войны в фашистских лагерях смерти побывали более 5 миллионов маленьких узников. Всего в концлагерях, лагерях смерти и тюрьмах содержалось порядка 18 миллионов человек. Примерно 11 миллионов из них были уничтожены. Самым молодым узникам сегодня от 72 лет. Александре Федоровне было всего три года, но она помнит, урывками, словно картинки стоят перед глазами. Как стоишь в очереди за похлебкой. Тут загорожено все. Водает он, наливает в кружки. Кружки горячие, железные. Руки жгет, а бросить жалко. Есть то хочется. Вот это вот помните. Ну, я помню и хорошее. Когда пришли к нам немцы, я говорю, вот трое у нас очень-таки нехорошие. Все время у нас пинками, ногами. А один оставался немец, он брал нас с сестрой на руки и говорит, угощал нас. Он все время говорит, вот цукор, цукор. Или там бутерброд. Мы не понимали, что такое бутерброд. А он нам сует хлеб с маслом. Говорит, бутерброд, бутерброд. И танцевал на губной байер-мошке, играл. И вот с нами кружился, кружился. Ну, мама говорила, наверное, у него дети есть. Бывшим малолетним узником фашистских концлагерей от главы города Елены Ковалевой и администрации подготовили подарки. Сегодня перед ветеранами выступают творческие коллективы культурно-досугового центра Первомайский. Палитра, актеры муниципального театра Светлана Ермакова. Встреча получилась очень теплой и трогательной. Но знакомую улицу позабыть он не мог. Где ж ты, милая девушка, где ж ты мог огонёк? И пока за туманами видеть мог паренёк На кушке над девичьим Всё огорел логонёк В Ивантеевке уже в течение нескольких лет от школы к школе передаётся эстафета памяти. На этот раз её приняла гимназия номер три. Здесь состоялся общегородской концерт, подготовленный силами педагогов и учеников. Песни военных лет сегодня звучат на концерте, посвящённом жертвам фашизма. Его подготовили учащиеся и педагоги третьей гимназии. Ребятам рассказывают, система концлагерей в Германии возникла в 1930-х годах для борьбы с десятками тысяч противников нацистского режима. И вот такие же маленькие детки, как вы, прошли все тяготы этой войны, испытали на себе все ужасы, голода, несчастья, смерти, пыток. Я смотрела некоторые фильмы, как показывали, как там пытают людей. Это всё очень ужасно и невыносимо, потому что всё-таки ты понимаешь, что если бы я там был в это время, что было бы со мной. Конечно, я очень рада, что сейчас у нас нет этой войны, что всё это закончилось, потому что это такое бремя, которое было перенести очень-очень тяжело. В рамках школьной программы нацистский период рассматривается на уроках в контексте мировой истории 20 века. Проходят в городских школах и классные часы, посвящённые лагерям смерти и борьбе с фашизмом. Неужели не нашлось в целом мире дороги, кроме той, по которой прошли эти детские ноги, в это страшное место, где вешали, жгли и пытали, а потом хладнокровно одежду убитых считали. Здесь на всех языках о спасении пытались молиться. Чехи, греки, юблей, французы, австрийцы. Здесь впитала земля запах тлена и пролитой крови сотен тысяч людей разных наций и разных сословий. Выбор концертных номеров сегодня не случайен. Фашистские концлагеря предназначались для физического уничтожения целых народов, в первую очередь славянских, тотального истребления цыган и евреев. Великая Отечественная война – довольно тяжелое время для нашей страны. И концертных лагеря – это была, можно сказать, неотъемлемая часть. Множество людей туда попадало. Это были и евреи, и русские, и большая часть евреев, конечно, потому что был геноцид. И мало кто возвращался живым, потому что кого-то сжигали в крематориях, в газовых камерах. Это было довольно трагичное событие. И с каждым годом этих людей становится все меньше и меньше, к сожалению. Я очень рада, что в нашей школе проводится такое мероприятие, потому что пока мы помним, мы живем. Номера, показанные на празднике в третьей гимназии, лягут в основу концертной программы, которую планируют показать в школе перед ветеранами накануне Дня Победы. Традиционный конкурс «Стартин» набирает обороты и приумножает свою популярность. В этом году в фойе ДК «Юбилейного» потанцевать до упаду собралось больше ста человек. Одинаковые футболки и цветные носки, космические прически и броский макияж. Главное правило танцевального конкурса «Стартин» – единое оформление команды. Кроме названия и внешнего вида, участникам предстояло продумать концепцию своей команды и танец-визитку. Десять команд почти из всех школ города, а также из импульса, ММЦ и филиала политеха. Ивантеевцы любят «Стартин» и заранее отбирают участников команды. В прошлом году было не столь зажигательно, а в этом году были, конечно, моменты, но очень классные. Мы долго их ждали, когда их организуют, поэтому долго готовились к ним. Все прошло, в принципе, отлично. «Стартин» – это развлекательное танцевальное мероприятие, спортивное. Оно дает детям возможность высвободиться после уроков, то есть отдохнуть, потанцевать. Плюс это спорт, соответственно, физическая нагрузка. И мы проводим конкурс, приуроченный к празднику Дня космонавтики. То есть даем понять, что детям тоже не безразлично, они тоже знают про этот праздник, но в своей манере они его отмечают. Танцуют как планеты, как звезды, как первооткрыватели и фермеры, сажающие картошку. Основной этап конкурса скорее творческий, чем танцевальный. Ребятам нужно оригинально выполнить задание, придуманное ведущим. А судьи передвигаются по залу и выставляют баллы понравившимся командам. Я обожаю танцы, и я впервые участвовала в таком проекте, и это было великолепно. Танцевать один на один под пристальным взглядом всех участников. Конкурс капитанов. Баттл для самых смелых. Именно здесь команды могут заработать решающие очки, чтобы вырвать победу из рук соперников. Танцы для поддержания себя в здоровом образе жизни, в здоровом образе, чтобы быть спортивным. И вообще это способствует общению между людьми. Сплочает всех вместе быть командой. Для того, чтобы показывать свою индивидуальность и внутренний мир. Просто хорошо просить время и саморазвитие. По итогам трех конкурсов лучшей была признана команда ММЦ. Вторыми стали девчонки из шестой гимназии, а третьими ученики пятой школы. Закончился стартин, примеряющий дискотекой. В воскресенье после новостей и рекламы, которые начинаются в 8 часов утра, в 12 часов дня и в 20.00, смотрите первоапрельский концерт творческого объединения «Гриль Барт». Он состоялся в культурно-досуговом центре Первомайский. Детвора Ивантеевки готовятся к спортивным каникулам. В детских садах города состоялись соревнования, посвященные Апрельскому Дню Здоровья. Семья Бибих. Прошу вас, помогать. Бибих от гномиков, Кравцовы из сказки, Баркасовы от колокольчиков. Три семьи сегодня представляют свою группу на веселых стартах, которые проходят в третьем детском саду «Светлячок» под девизом «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни». Мы действительно за здоровый образ жизни. Хоть свет наш слаб, и мы малы, но мы дружны и тем сильны. Молодцы! Перед началом состязаний дружественный флешмоб. А задания сегодня не простые, а с секретом. Пол в спортзале – на самом деле пашня. Обручи, лунки для картошки. И чтобы посадить клубни в землю, надо задорно потрудиться. Все задания эстафеты превращают соревнования в задорную игру. Веселые старты в «Светлячке» приурочили ко дню здоровья, который прошел во всех дошкольных образовательных учреждениях Ивантеевки. Жюри возглавила старший воспитатель сада Светлана Евгеньевна Сосунова. Хочется выразить огромную благодарность за то, что вы сегодня такие дружные, спортивные, зажигательные. Так хорошо все участвовали в конкурсе. Нам очень тяжело было судить. Ну прям большие просто молодцы. По итогам всех заданий определены победители. Бронзовыми призерами становится семья Кравцовых. Серебряная награда у Баркасовых. А золото веселых стартов у семьи Бибик из группы «Гномики». 18 апреля с 10 до 12 часов утра Центр занятости приглашает всех желающих на ярмарку вакансий. В работе мероприятия примут участие представители предприятий Службы занятости городов Ивантеевки, Мытищ, Королева, Сергеев Посада, Щелково, Москвы. Приходите в КДЦ Первомайский по адресу улица Дзержинского, дом 1А. Справка по телефону 8-496-532-68-15. Сегодня Страстная пятница. Один из христианских обрядов скорбного дня – вынос плащеницы, который происходит в час смерти Христа. Завтра в храмах Ивантеевки в течение всего дня пройдет освящение окрашенных яиц и куличей. На этой неделе с предпасхальным визитом протеерий Иоанн Монаршик побывал в Ивантеевском отделении реабилитации для детей с ограниченными возможностями Пушкинского ЦСО. В благочинной церкви Ивантеевского округа протеерия Иоанн Монаршик сегодня в гостях у Ивантеевского отделения. Для детей с особенностями физического и психического развития Пушкинского Центра социального обслуживания населения. Я тебя жду. Подарок за мной на Пасху тебе дам. Вот так. Выставляя на стол пасхальные лакомства, все вместе молятся, чтобы Господь послал благодать на куличи и яйца, которые в праздник Пасхи будут вкушать и дети, и взрослые. Господи помилуй, Господи помилуй, Ещё молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, рабов Божии всех здесь предстоящих и молящихся. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Всего сейчас в Центре проходит оздоровление и реабилитацию 22 ребёнка от 3 до 18 лет. Куличи в подарок для них не первый год печёт Ивантеевский хлебокомбинат. По куличику каждому ребёнку. Батюшка приготовил для малышей книги, посвящённые молитве и пасхальной вести. А самому отделению передаёт в дары здания «Судьба святыни», выпущенная к 200-летнему юбилею Смоленского храма. А вам наша книга, чтобы вы могли им почитать. Вот это я вам хочу. Спасибо большое. На пасхальной седмице благочинный посетит и другие социальные учреждения Ивантеевки, в числе которых Центр для детей-сирот «Шанс», социально-реабилитационный центр «Теремок» и Дом престарелых «Золотая осень». Прямо сейчас смотрите рубрику «Православное слово». О последних днях Страстной седмице расскажет благочинный церквей Ивантеевского округа про Таирей Иоанн Монаршек. А у меня на этом все новости на сегодня. Я Олег Васов, с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.